Истина заключается в том, что ни один клиент за всю историю ни разу не отказал ни одному продажнику. Все. Еще раз. Ни один клиент ни разу за всю историю не отказал ни одному продажнику. Клиенты только возражают. А уже я, продажник, думаю, что только что было, то что я услышал. Это было возражение. То есть меня садится думает, что с этим делать, как отреагировать, как ответить. Либо это был отказ. То есть думать не надо, пробовать не надо, отвечать не надо. Супер. То есть продажник сам решает. То, что он услышит клиента, это возражение или это отказ. То есть отказываем себе только мы сами. Ну либо наши продажники отказывают себе только сами. Ну и раз мы понимаем, что отказом нет, есть возражения. Значит, есть те возражения, с которыми мы уже научились справляться. Ну мы, это я имею в виду наши сотрудники, которые занимаются продажами. И те, с которыми наши продажники еще не умеют справляться. Кричевое слово какое было? Еще. Раз еще не умеют справляться, ищем способ, как это сделать. Или ищем того, кто знает, как это сделать. Или ищем того, кто знает того, кто знает, как это сделать. В общем, ищем. Ищем, внедряем. И за счет этого мы внедряем способы, за счет которых клиент все-таки выйдет в результате в виде сделки, а не в виде отказа. Ну и то же самое здесь. Мы увеличиваем количество контактов, общих контактов, любых контактов, различных контактов. И точно так же работаем с показателями воронки либо конверсии. То есть ищем те фразы, на которые наши продажники не умеют сейчас отвечать. Чтобы было понятно, что это не просто о фразах, а о больших суммах денег, я нарисую цифры. Например, здесь, пусть будет 10 контактов, не важно, звонков, встречи, визиты, не принципиально. Здесь одна сделка. У кого-то есть воронка лучше, чем одна сделка из 10, наверняка у многих есть. У кого-то есть воронка продаж, где меньше, чем один из 10 клиентов покупает. У меня и такие бизнесы тоже есть, да? Прекрасно, есть. Спасибо. Ну, остальные, я так понимаю, воронку посчитают и будут знать. Но в любом случае, неважно, больше или меньше, допустим, вот такое соотношение 1-10. Вы свое соотношение должны знать, причем все 4 воронки знать. И общую воронку продолжать знать, и эти 3 воронки по предложениям дополнительным. Если 1 из 10 клиентов согласился, значит 9 из 10 что сделали? Что сделали? Возражали. Возражали. Что сделали? Возражали, они отказались. Возражали. То есть, я, ваш продажник, не сумел справиться с этими 9 фразами всего лишь. И это всего лишь мое неумение обошлось вам в сумму в 9 раз больше, чем сегодняшний оборот или прибыль компании. Что нужно с таким продажником сделать? Обучить. 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 Убить, уволить. Третий вариант был немножечко лучше. Но не просто обучить. Я не говорю там, обучайте продажам. Коллеги, не обучайте продажам. Обучайте умению либо справиться с этими фразами, конкретные фразы, с которыми он не умеет справляться, он должен просто уметь справляться с этими фразами, продолжать диалог, вести клиента дальше к нужному нам результату. То есть, вот вести, 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 вести и вот сюда. Здесь была единичка, пусть даже он с одним возражением справился. И здесь всего лишь будет двоечка, а не единичка. Но всего лишь удвоил продажи, мелочно приятно, да? То есть, работа с возражениями, наверное, самое сильное, что можно сделать для увеличения продажи. Причем обычно это получается достаточно быстро сделать. И причем мне еще нравится это потому, что это подход технологический, а не ресурсный. А уже когда мы это сделали, нужно, можно и нужно увеличивать количество контактов. Да, но можно не только научить справляться с возражениями. Можно еще научить, что делать. Да, не нарываться на них. Можно научить их предвосхищать. Но дело в том, что я вот свято верю в то, что клиенты не бегают с возражением в голове, не думают, кому вы это все высказать. Ну, редкие особи, редкие, редкие, да? Но большинство все-таки возражают не раньше, чем мы что-либо сказали, ну, либо наши продажники. Ну, либо если мы видим переговоры, какие-то там серьезные продажи делаем, да? То, соответственно, мы сказали. То есть возражения появляются там не раньше, чем мы что-либо сказали, либо сделали. В ответах, реакция на то, что мы сказали, сделали. То есть нужно просто посмотреть, на что такая реакция и предвосхитить эти возражения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова